Доброе утро, добрый вечер, добрый день! Очень рада снова вас видеть после небольшого перерыва. Мы с вами извлекаем очередной дар из сундучка. Я уже соскучилась по моему сундучку. И у нас с вами сегодня такой чудесный дар. Дар, который имеет необычное название из надо в хочу. Вот он такой яркий, сверкающий, красивый дар. Из надо в хочу. Это дар, напомню, мы сейчас с вами извлекаем дары с сердечного уровня, с уровня нашей сердечной чакры. И мы проходим по 7 уровня нашей сердечной чакры. И сейчас мы как раз с вами подошли к 3 уровню. То есть это наша манипура, уровень воли. И именно поэтому вот такой дар. Но не только поэтому, а еще потому что... Потому что все мы, очень многие, по крайней мере, сейчас проходим такой этап. Мы приехали с ретрита. Мы получили огромный заряд радости, каких-то положительных эмоций, позитивных. Большой-большой-большой такой светлый дар. И вот мы приехали, и вдруг видим, как уходит мотивация, уходит какое-то желание продолжать, двигаться, делать что-то. И, конечно, на нас сразу же набросились различные обязанности, дела, которые были отложены специально для того, чтобы вызвать место для ретрита. И сейчас мы возвращаемся и видим то, что как-то неохота уже ничего делать, какая-то скука, какая-то такая вот апатия, может быть, у кого-то наступает. Рассказываю это как уже пройденный этап, потому что мы уже все этот момент прошли, но прошли. Почему это происходит? Хочется немножко вот этот момент разобрать. И именно поэтому в этот раз у нас дар вот такой из «надо» в «хочу». Вообще, давайте порассуждаем. Нас всех учат жить желаниями своего сердца, прислушиваться к себе. Прошлый дар у нас был такой чудесный. Внутренний ребенок. Я надеюсь, вы все как-то написали списки желаний своего внутреннего ребенка, и потихонечку их выполняете. Но дальше очень важно, конечно же, эти желания выполнять. И вот здесь нам нужно из нашего «хочу», «я хочу это», «я хочу то» переходить в «надо». И это достаточно легко сделать, если шагов для реализации нашего желания немного. Если мы хотим пойти вкусненько покушать, все, что нам нужно, это найти правильный ресторан, забронировать столик, пойти. Если мы хотим какую-то красивую вещь, все, что нам нужно, это пойти в магазин, найти ее, купить ее, или пойти онлайн, найти ее. Есть тоже определенные шаги, которые нужно сделать. И не все, кстати, любят их делать. Для очень многих шоппинг, например, это большой такой вызов внутренней зоны комфорта. Но мы идем это и делаем, потому что мы хотим, у нас есть желание. Дальше нам легко пойти в «надо». Или мы хотим сделать что-то красивое. И если то, что мы хотим сделать, это достаточно быстро все происходит. Например, мы хотим нарисовать, порисовать, какую-то картину нарисовать. Мы берем материалы для рисования, садимся и рисуем. Да, нам нужно выделить время, да, нам нужно, чтобы у нас эти материалы появились. Но, тем не менее, это несколько коротких шагов. А если наше желание, какая-то долгосрочная цель, какой-то определенный проект, реализация себя, например, создать какую-то свою систему, в которой все бы совершенно замечательно работало. И мы эту систему видим, мы ее представляем себе, визуализируем. Но для того, чтобы она проявилась в жизни, нам нужно довольно много шагов. Вот здесь у нас возникает такая ситуация, что нам нужно довольно долго поддерживать определенную мотивацию. Нам нужно определенным образом себя настроить и идти в действие для того, чтобы постепенно сделать шаг за шагом вот эти необходимые действия, чтобы вся система у нас заработала. И я говорю сейчас «система», а на самом деле это может быть абсолютно все, что угодно. Это может быть найти свой дом мечты, это может быть встретить человека своей мечты, или создать какой-то проект, открыть бизнес, еще что-то, вот какие-то такие крупномасштабные цели. И когда мы идем к этой своей цели, у нас огромное количество возникает «надо». И очень часто в какие-то моменты мы проваливаемся, нам совсем не хочется выполнять эти «надо». И мы начинаем прокрастинировать, и мы начинаем откладывать это все, и мы начинаем куда-то уходить, брать себе какие-то попутные дела, которые нас отвлекают от того, куда мы идем. Собственно, заметьте, я сейчас говорю о желании нашего сердца, о том, что действительно хочется, о том, для чего мы действительно пришли в этот мир. И это не то, что нас кто-то заставляет, мы знаем, что мы этого хотим, но тем не менее по пути к этой своей цели у нас возникает огромное количество моментов, когда у нас падает вот этот вот уровень мотивации. Что же это такое? Давайте попробуем порассуждать. И можно рассуждать с точки зрения эзотерики, да, у нас такая тема, но в то же время можно порассуждать с точки зрения работы нашего головного мозга. И вот гормон и нейромедиатор, который отвечает именно за мотивацию, многие знают, это дофамин. Этот нейромедиатор как раз-таки и нужен нам для того, чтобы совершать определенные шаги, определенные действия, чтобы получить чувство удовлетворения. Вот это чувство удовлетворения – это то, ради чего мы двигаемся. То, что движет нас по жизни. Выполняем мы свои истинные желания или мимолетные желания, всегда в этом участвует дофамин. И вот когда мы идем и достигаем какого-то большого успеха, то наш дофамин на таком хорошем уровне находится. Когда нам совершенно ничего не хочется делать, скука, лень, откладывание, восприятие жизни в серых тонах – это низкий уровень дофамина. От природы каждому из нас дано определенное количество. У кого-то этого дофамина, природный уровень дофамина достаточно высокий. Это люди, которые достигают большого успеха в жизни, это которые просто идут и делают. Очень часто мы видим таких людей, мы знаем, многие из нас им завидуют, но есть люди, у которых от природы вот этот уровень дофамина низкий. Как мы живем преимущественно от слова «надо», когда нам очень легко пойти в «надо» – хочу, делаю. Или же мы преимущественно живем в «хочу», это нам что-то вот хочется вроде бы, а сил туда дойти нет. Но существует… Хорошая новость состоит в том, что существуют определенные методы повышения вот этого уровня дофамина своего природного. И я о них расскажу чуть позже. Это как раз и дары нашего танца. Ну не только танца, а, конечно же, и жизни нашей. Вообще, в общем. Потому что у нас тема «танец как жизнь», «жизнь как танец» в этих дарах. Но сейчас мы поговорим вот о том, почему, собственно, происходят вот эти вот падения. Вот мы хотели, 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 мы шли, 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 шли. А потом у нас возникает какая-то определенная такая вот волна вниз, и уже ничего не хочется, и как-то вот опять зависаем, и нужно опять себя мотивировать. Дело в том, что есть такое понятие в психологии, как дофаминовые качели. Это действительно способ нашего головного мозга уходить от экстра-нагрузок, уходить от каких-то экстра-усилий. А наш мозг всегда работает на то, чтобы сэкономить энергию. И поэтому, когда у нас вырабатывается большой уровень, высокий уровень дофамина, то наш мозг снижает его выработку, и тогда мы успокаиваемся, нам уже ничего не хочется, мы уже сидим на диванчике. Такие вещи, наверное, вы за собой замечали, когда у вас произошло в жизни какое-то большое свершение. Например, вы там совершенно чудесно сделали какую-то презентацию на работе, или чудесно выступили, или просто вот был какой-то потрясающий праздник, вы на этом празднике чувствовали себя в таком подъеме с таким ощущением счастья, радости, и, главное, ощущением, что жизнь прекрасна, я все могу, все классно. И это высокий уровень дофамина. И если он еще зашкаливал и превысил ваш обычный уровень, то что делает мозг? Он автоматически вам его снижает. Для того, чтобы, так, ну ты, дорогой, успокойся, ты сейчас много энергии потратишь, тебе надо как-то уравновесить себя, прийти к этому состоянию баланса. И дальше следует там пару дней, в лучшем случае, в худшем случае неделя, такого отходника, да, выражаясь современным языком, когда ничего делать вообще не хочется, и непонятно, куда двигаться, и зачем вообще. Ну и вот, возвращаясь к моей начальной истории про ретрит, да, многие мне говорили и писали, что вот такая вот история происходит. У меня у самой была такая же совершенно ситуация, то есть у меня даже организм настолько мне скинул этот уровень дофамина, что я заболела и вот не смогла выйти в прошлый эфир, потому что у меня голос пропал полностью. И потому что мне уже мой мозг сказал так, знаешь что, ты поработала, вот давай вот отдохни. Хотя сам ретрит был вот этим как раз состоянием, которое я описываю, да, то есть и праздник, и эйфория, и чувство совершения, чувство удовлетворения от хорошо выполненной работы, всё это высокий уровень дофамина обеспечил. Ну и дальше, сейчас, коснувшись дна, потихонечку мы все выплываем, постепенно нарабатываются вот эти вот мотивационные уже качества, уже хочется что-то делать, уже хочется куда-то идти, уже хочется этот мир дальше продолжать улучшать, да, и себя. И есть определённые естественные способы поднять этот дофамин. Да, но прежде чем я к ним перейду, я хочу ещё сказать про то, что когда мы вот это вот чувствуем, снижение дофамина, когда ничего не хочется, тут нам на помощь, в кавычках, приходят разные искусственные методы повышения дофамина. Что это такое? Это, конечно же, сладкое, алкоголь, наркотики, зависание в соцсетях, какие-то сериалы, какие-то браузи неинтернета бесконтрольное, покупки, шопинг, да, бесконтрольный, ну и вот примерно вот всё в таком духе. Да, и в этом случае мы действительно себе поднимаем настроение, мы действительно поднимаем уровень дофамина, нам уже вроде бы как бы хочется, что-то делать, какая-то мотивация появляется, ну хотя бы пойти сесть на диван и включить телевизор, и это тоже мотивация, она тоже должна быть, но зависать на искусственных уровнях поднятия дофамина, это очень опасно, сами понимаете, это всё зависимости. Переедание зависимости, сидеть и смотреть, кто там тебе чего написал, кто тебя лайкнул, не лайкнул, да, в соцсетях, это тоже определённая зависимость сейчас, вообще вот сидеть вот с этим телефоном или с определёнными девайсами перед глазами, это тоже искусственные методы поднятия дофамина, и это достаточно серьёзная зависимость, о которой сейчас говорят, ну практически все, и психологи, и социологи, и эзотерики, и так далее. Так вот, для того, чтобы избежать вот этих вот искусственных методов поднятия дофамина, нам на помощь приходят естественные методы. Естественные методы – это, например, и сейчас я возвращаюсь к нашей теме, это, например, танец. Вообще любая физическая нагрузка, любые какие-то силовые упражнения поднимают уровень дофамина. Если мы всё-таки сделали на собой усилие, встали с дивана и пошли в спортзал, и там начали накачивать свои мышцы и увеличивать дыхательный ритм и сердечный ритм, то у нас уровень дофамина автоматически поднимается. Прослушивание красивой музыки, какие-то определённые эмоциональные переживания, что содержит в себе наше занятие танцевальное, и, конечно же, любой танец – это всегда поднятие уровня дофамина. Поэтому, конечно же, это дар танца, потому что мы видим это преображение, мы видим, что когда мы идём, допустим, на занятие в таком состоянии полного упадка, и нам ничего не хочется, и хорошо, что мы себя вообще подняли и привели на это занятие, то потом после занятия мы выходим уже, уже у нас хочется что-то делать, уже какие-то идеи появились в голове, уже появилось вот это ощущение желания вообще жить. Жить, творить, любить и двигаться, и танцевать. Поэтому танец, несомненно, один из даров и один из таких органических видов поднятия уровня дофамина. Дальше, очень эффективное средство – это, конечно же, аскеза. Аскеза любая, в том числе, может быть, лишение себя еды, лишение себя определенных видов продуктов, даже вот если мы берем, ну, берем волю в кулак и просто перестаем есть сладкое, это определенная аскеза. Хотя это достаточно тяжело. Гораздо легче, на самом деле, перейти просто на, например, водяное очищение, голодание, или же сухое. Ну, об этом я уже говорила иногда, да, и это уже определенная информация, которую нужно глубоко изучать. Я уже превышаю свое время эфира. Тема очень интересная. Но в любом случае, любые виды аскезы, они что делают? Они заставляют наш мозг поднять наш уровень дофамина. И это такой диджитал детокс, так называемый, да, когда мы выключаем все свои девайсы, все свои приборы, компьютеры, телефоны, все-все-все выключаем. Соединяемся с природой, идем куда-нибудь гулять, где нет ничего, что нас может отвлекать от своего естественного биологического ритма. Далее, если мы просто какое-то время не разговариваем, ничего не слушаем, просто находимся в тишине, это тоже повышает уровень дофамина. Медитация. Тоже, когда мы погружаемся внутрь и наблюдаем просто свой ум, наблюдаем течение своих мыслей, тоже повышает уровень дофамина. Итак, фактически, что происходит? Вот наши эти дофаминовые качели, когда мы то вверх, то вниз, то вверх, то вниз живем, нам очень важно, чтобы они раскачивались не сильно, чтобы вот эти вот восторги и эйфория, они были не настолько сильными, чтобы мы потом глубоко вниз падали. И поэтому делать себе определенные такие вот как бы моменты перезагрузки, моменты остановки именно в искусственных повышениях дофамина, то есть там и в еде, и в сладком, и в стимуляции головного мозга, вот в этой информации, общение и так далее, это очень полезно. Очень полезно, потому что мы таким образом выбираем тот самый как бы срединный путь, баланса, путь спокойствия, который вот как раз-таки рассказывается, о котором нам в эзотерике, в буддизме, в различных направлениях, религии, духовных знаний и так далее. Баланс, серединный путь. И я хочу вам в качестве практики на этой неделе предложить вот сделать либо один день такой вот прям сильной остановки, перезагрузки, то есть сделать очищение, побыть в одиночестве, сделать диджитал детокс, еще какой-нибудь детокс сделать, или же в течение дня сделать себе вечером какие-то определенные, как бы выделить себе часы, пару часов для того, чтобы вот действительно обнулиться, заземлиться и почувствовать, что вы полностью восстановили свой уровень дофамина для следующего дня. Кстати, переедание по вечерам, вот недаром говорят, после шести не есть, переедание по вечерам, это вот именно та самая потребность повысить уровень дофамина, потому что к вечеру он у нас спадает, самый высокий уровень дофамина с утра, недаром говорят, что кто рано встает, тому Бог подает, нужно делать очень многие вещи с утра, потому что к вечеру этот уровень спадает, и мы начинаем хотеть его повысить, а вот вместо того, чтобы его повысить искусственными методами, то есть сесть там какое-нибудь кинцо посмотреть или там наесть чего-то сладкого, попробуйте органически повысить его, попробуйте включить себе музыку, потанцевать, после этого пойти погулять на улицу, обязательно выключить телефоны и компьютеры, телевизоры, побыть в этой тишине и спокойно войти в сон, и увидите, насколько завтра вы проснетесь в совершенно другом состоянии. Вот такая практика, такой длинный был сегодня эфир. Желаю вам чудесной недели, гармоничной, сбалансированной, чтобы вы чувствовали радость, подъем и мотивацию проживать свой каждый день, и чтобы вечер у вас был такой вот, действительно во благо себе, для себя, любимый, и чтобы ваш баланс происходил естественным образом. Обнимаю вас, мои дорогие, спасибо, что были со мной, спасибо за ваши сердечки и за ваши ручки. Увидимся на следующей неделе. Все, хорошей недели, люблю вас, пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!